Добрый вечер, дорогие друзья! На телеканале Видное ТВ мы начинаем, открываем весенне-летний сезон программы «Все грани мяча». Сегодня последний день зимы, а потому футболисты, ноги уже вышли из отпусков, а если не все, то начинается сезон. Уже были сыграны матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы. Естественно, наши команды в них участвовали. Буквально уже на этой неделе стартует чемпионат России, продолжение 18-й тур. Уверен, что и вы, и вся наша команда «Все грани мяча» соскучилась по тем футбольным новостям, которые мы обсуждаем на протяжении уже около 10 лет. Ну что ж, еще раз здравствуйте и позвольте представить Сергей Буслаев, Евгений Воронин и Константин Щербиненко. Наш состав сегодня на игру под названием «Все грани мяча». Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну скажите, соскучились по программе, соскучились по хорошему футболу? А то, конечно. Сергей, как была занята пауза в российском чемпионате? У меня? У тебя, да. Ну у меня много событий разных было там. Ну расскажи. Жнучка родилась. Вот, я же тебя все наталкиваю на это. Дедушкой стал, да. И все, теперь обращайтесь ко мне на вы, теперь я старше вас всех. Ну что ж, действительно поздравляем Сергея, у него замечательные события. Пяточки не обмывали, поэтому не считается. Это еще впереди. Это еще впереди. Согласен абсолютно. Жень, скажи, пожалуйста, насколько ты внимательно следил за своей командой и вообще за футбольными событиями в зимний пазл? В зимний период я следил в основном за чемпионатом Англии. Ну то, что показывали, и Испания следил, смотрел. Были интересные довольно-таки матчи. Даже что скрывать, вчерашний матч Лестера, да, который был с Ливерпулем. Да, ну просто фантастика, замечательно было смотреть. Ну естественно, все матчи, которые были на наших сборах, я, конечно, смотрел по мере возможности, когда представлялась такая возможность, я смотрел. Практически все матчи смотрел, буквально два матча, наверное, просто не показали. А так все смотрел, интересно, интересно, что нам с командой можно показать. Кстати, что удалось подчеркнуть тебе из той информации, которая приходила из клуба, что удалось, не знаю, какие-то выводы сделать, за что все-таки Локомотив будет в этом году бороться? Ну, во-первых, больше всего следил, наверное, за трансферной политикой клуба, потому что удалось нам несколько приобретений очень точечных. Самый громкий трансфер, скажи. Самый громкий трансфер – это возвращение играющего тренера Дмитрия Ласькова. Пока еще не ясно, в каком матче он выйдет и выйдет ли сразу после возобновления чемпионата. Но Юрий Павлович Семин сказал, что пожелания Дмитрия Ласькова он постарается выполнить. То есть мы все верим, что Ласьков заиграет? Нет, не то, что заиграет. Ласьков хотел выйти на поле и как бы… Прощальный матч провести. Прощальный матч провести именно на профессиональном этапе. И, соответственно, его дозаявили в качестве игрока. Что касаемо именно, вот отвечая на твой вопрос, следил, ну так же, как и все болельщики, следил за своим клубом, как он играл. Опять же, как развилась ситуация с нашим, наверное, самым звездным молодым игроком. Опять же, стоит отдать должное Юрию Павловичу Семину. Он нашел те слова, что агент Мирончук Алексея забрал свое заявление и пока что этот игрок в нашей обоиме. Ну что ж, будем надеяться, что и эта ситуация в «Локомотиве» разрешится. Но, как это не покажется странным, хотя, наверное, почему должно это казаться странным, но представители тех команд, которые сегодня присутствуют в студии, «Динамо», «ЦСК», «Локомотив», они не играют в весенней части евротурниров. А есть команды, которые играли, которые прошли дальше, но есть такие, которые закончили свой путь в покорении европейских вершин. Давайте посмотрим, как сыграли команды, которые действительно борются за честь страны на евротурнирах. Итак, Лига Европы, 1-16 финала. Краснодар с турецким клубом в Финербанче сыграли у себя дома 1-0. Андерлехт обыграл «Зенит» со счетом 2-0. И «Ростов-Спарта», на мой взгляд, один из самых интересных и красивых матчей. И в то же время неожиданных, я бы даже так сказал, матчей. Наверное, никто из нас перед стартовым судейским свистком даже предположить не мог о том, что так сыграет «Ростов». Ростов, как всегда, тебе первому вопрос, что порадовало в первых матчах? В первых, естественно, порадовало. Это первый старт, это первая игра и так далее. Волнение. Как клубы войдут, мы просто переживали, потому что первые действительно. Это февраль месяц, у нас еще многие клубы на сборах, а эти клубы уже участвуют в Еврокубках. И поэтому было какое-то волнение, как они интересно себя проявят. Потому что, допустим, та же «Спарта» уже 5 матчей официальных сыграла до этого. И поэтому «Спарте» было легче. Но хотя, видите, мы видим, счет 4-0 в пользу Ростова. Ни о чем не говорит то, что действительно «Спарта» сыграла 5 матчей официальных. Ну и остальные порадовали клубы. То есть «Краснодар», конечно, 1-0, но как мы потом будем уже дальше смотреть второй матч, показал, что «Краснодар» довольно крепкая команда, которая смогла пройти Фенербахче. А так, если смотреть, то, в принципе, все соперники наших клубов, они практически одной силы. Андерлект, «Спарта», Фенербахче. Не думаю, что они как-то отличались. Ну, как-то выделяются. Да, честно скажем, что действительно попались такие клубы немножко одинаково. Не было таких явных каких-то громких имен. То, что как раз-таки дальше Ростов и получил. Да, ну это обсудим. Обсудим. Так что порадовали клубы, и я рад за результат. Женя, скажи, пожалуйста, то, что Ростов не получает 3,5 месяца зарплату, но показывает нереально красивый футбол, который хочется смотреть. Да, бывают там нарекания на какие-то моменты, но вот мы с Сергеем говорили про этот матч, первый матч Ростова. 90-я минута, ведут 4-0, прессингуют, атакуют. И кто? Мы с тобой говорили, кто? По крайней мере, атакуют на 90-е минуты. Да, Калачев. Калачев, которому, извините, 34 года. 34 года. А он крайнего хавбека играет. И он перебегал крайнего защитника. Согласен. Вот скажи, пожалуйста. Ты знаешь, когда мы заканчивали нашу программу, тот сезон, наверное, не сезон, наверное, а часть сезона, потому что сезон заканчивается у нас летом, а наш сезон заканчивался. Я говорил, что наши клубы не пройдут. А я говорю, что все пройдут. Да, ты говорил, что все пройдут. Я, ну, на самом деле, я думал, что все-таки Зенит мог зацепиться. Но какую игру показали Ростов и Краснодар, я был, знаешь, приятно удивлен. Ну, действительно, очень хороший, современный футбол. При том, что мы о них не слышали. Их не показывали ни по телевизору, как они сборы собирали. Их не показывали. Все чисто, тихо, спокойно. И потом... Вот сейчас одна команда, которая показывает на всех федеральных каналах. Да, и в итоге она не прошла. Вот в чем главное. Про ту или команду. Про ту или команду мы говорим. Ну, про ту, про ту еще раньше не прошла. Раньше не прошла, да. На самом деле, Ростов очень удивил. Своей вот этой компактной мобильной игрой. На всех участках поля. Это 90 минут. Я не знаю, чем мы там кололи. Может быть, новые какое-то средство нашли. Или шамана новые выпустили. Нет, ну, на самом деле, может быть, они сделали короткую, скажем так, предсезонную подготовку. Что позволило им выйти на пик этой формы. Но, с одной стороны, это хорошо для нас. Те, кто начинают только вкатывать сезон. Потому что к концу, скажем так, может быть, апреля или марта, они немножко просядут. И команда будет возможность... Для надежды. Да, надежда, что... Конечно, а как же. Это надежда болельщика другой команды. Нет, ну, если Ростов или Краснодар выиграет Кубок Европы, я буду только... Ну, Жень, ну, это только слабо. Ну, мы все этого... Нет, ну, только я задаю. Я не буду против. Навряд ли, но... Согласен. Да, Костя, по поводу игры. Да, «Зенит» настолько противоречивая команда. И я не раз об этом говорил в наших эфирах, что предсказать игру «Зенит» абсолютно невозможно. Вспомните его игры в групповом этапе. Они могли проигрывать 3-0, потом побеждать 4-3. Могли проигрывать 2-0, потом побеждать 3-2. И здесь «Зенит» показал, в общем-то, ту же самую игру. И буквально недавно агент, по-моему, Шатова сказал о том, что игроки не любят своего тренера и не понимают, что он хочет от них. Потом эта, правда, информация была удалена, но тем не менее, если это просочилось, да. Может быть, действительно, Луческу не знает, что делать с командой. Олег, ты знаешь, были мнения разные, писали и говорили, что после первой встречи между Андерлехт и «Зенит» был сбор команды в тренерской раздевалке. И поставили тот факт перед игроками, если они как бы не пройдут, то, возможно, будет отставка в участку. Может быть, это было какое-то подвешенное состояние. Я, честно говоря, немного сомневался перед началом встречи, но я видел, с каким рвением «Зенит» начал вторую игру. И, в принципе, я почему-то так и думал, что в два мяча завершится игра 2-0 и там дополнительное время, что да, как бы не будут игроки против тренера идти. Но вот эта вот доля секунды, доля невезения, получилось так, что 3-0 устраивал «Зенит» уже полностью, никаких бы не было дополнительных таймов. И тут вот доля невезения, конечно, Андерлехт просто почувствовал… На 90 минутах это всегда потеря концентрации. Да, потеря концентрации, они глубоко в автобус ушли «Зенит» в какой-то степени. А тренер Андерлехта, мне кажется, привел ключевую замену, выпустив двухметрового защитника, который наверху выиграл единоборство. И другому игроку осталось только… А еще, мне кажется, тренер Уческу совершил ошибку, что выпустил Дзюбу. Потому что я посмотрел концовку, еще раз пересмотрел. Два мяча, которые шли к Дзюбе, он абсолютно за них не поборолся. А последний, который произошел на 90-й минуте, он обозначил какую-то там борьбу. И после этого пошла контратака. Ну, стоит это так должное, что Дзюба, в принципе, забил тот самый переломный мяч. И вроде как все по сценарию развивалось. Но, опять же, вот эта доля невезения, мне кажется, больше Уческу ошибся с заменой капитана команды Дани. Потому что, может быть, он и фланговый игрок. Но если мы пересмотрим эту встречу… Для Дани это была первая игра. Да, но Дани, он так выкладывался в первой игре с Андерлехтом, он даже майку порвал. Сколько он там? Год не играл или сколько? Видно, что у него аж глаза горели. И вот как раз тот самый гол с его фланга пошел, когда его уже заменили на мака. Мак, который тоже немножко недоработал. И, соответственно, Дзюба получил перебью. Согласен. Олег прав. В том, про Дзюбу, первый матч вспомни, да? Вот 2-0, когда там же тоже Дзюба практически… Не, ну о чем мы сейчас начинаем винить Дзюбу? Ну, да, Дзюбу, да, можно… Не, ну я Олега поддержал. Не хорошо, но ты посмотри тот же матч с Ростова или Краснодара, который прессанговали, даже на 90-х минуте он старается… Нет, ну все, мы похвалили их, почему? Нет, я просто говорю, что надо вперед идти, а не играть на Дзюбу на 1-2. Честно сказать, что «Зенит» полностью провалил первую встречу. Даже вот ключевая замена была во второй игре, когда вместо Бронислава Ивановича на правом фланге занял место Анюков. Анюков, который полностью закрыл вот этого вот Ачимпонга, который забил два мяча. И, соответственно, здесь, как мне кажется, в целом «Зенит» провалил первую встречу и все позиции. Еще раз, о первом матче опять же вспоминаю, мы же первый только показали матчи, в первом матче два мяча практически Иванович, да? И сегодня я где-то прочитал, там, на «Зенитовском» сайте, что, в принципе, вот эта перестройка обороны, да, внедрение той Ивановича, ну а куда его, правильно, он звезда? Его влили, да, и получается, у них сейчас видно недопонимание какое-то, что ли, и получается «Зенит» голы. Не выстроили еще, просто не выстроили. Да, 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 да. Ну, Олег, ну ему тоже 34-м, а не, что? Когда пришел «Халк», вот такая же ситуация была. Да, может быть. Что недопонимание, что ли? У «Халка» еще был возраст такой у него, еще юный, можно сказать. Не юный, но как раз рассвет. А здесь уже закат. Пришел человек уже, извини, 30-й. Абсолютно страшно. Да, Лига Европы, ответные матчи, 1-16 финала. Краснодар добился ничьей, которая абсолютно ему, да, позволила пройти в следующий этап. «Зенит» хоть и победил «Андерлехт», но победил с счетом, который не позволил им пройти дальше. Ну и «Ростов-Спарта» был такой достаточно спокойный, в спортивном, по крайней мере, плане матч. Я думаю, что многие болельщики «Спарта» и «Ростова», наверное, прекрасно понимали, что, скорее всего, это противостояние закончилось уже в первом матче. В той встрече забили игроки «Спарта» и «Ростов» с русским паспортом, что «Караваев» ввозил. А «Караваев» от ССК, да, был? Да. Отпустили, жалко, конечно. Продали. А вот в первой встрече «Ростов» мы не могли упомянуть тот момент, что у «Спарта» было под конец первого тайма удаление ключевое. Конечно. Красная карточка. И тогда «Ростов» полностью раскрылся. Но она абсолютно по делу была. Ну, конечно. И ему даже было раньше можно показать. Да, если можно было прямую красную показать. Прямую показать, да. И у «Ростова» в той встрече залетело все, что могло. А здесь «Спарта», конечно, орешек крепкий. 1-1. Ну, кто помнит, то «Спарта» в свое время прошел. Краснодар как раз таки в первой встрече «Евровесны». «Спарту» помнишь, ССК играл как-то был. Да, и было достаточно тяжело. Мы же помним, да? Да. Эти встречи. Посмотрите, по итогам у нас было 6 встреч. И по итогам этих встреч у нас получается 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. В принципе, для российского футбола результат очень хороший. Очень хороший. У нас осталось 2 команды и 3 победы, 2 ничьи. Их добавили определенное количество в копилку рейтинга УЕФА. И мы сейчас можем посмотреть, для чего нам это интересно, да? Что со следующего сезона, Франция, мы видим, на пятом месте находится. У них почти 54 балла. И 3 команды из 6. Россия после этого тура, скажем так, вернулась на 6 место. У них 50, чуть больше 50 баллов, да? Играют 2 команды из 5. Ну и Португалия, наверное, наш главный соперник, да? Отстает сейчас практически на 1 балл. Отстает, да? И тоже они потеряли, один клуб у них был потерян. О чем это говорит? О том, что Россия, переместившись на 6 место, со следующего сезона уже может заявлять 3 команды в Лиге Чемпионов. И 3 команды. И 3 в Лиге Европы. В Лиге Европы. Там сейчас основные очки будут идти с 1-8 стадии финала. Они вышли. Дополнительные очки. Дополнительные очки. А так по 2 очка будут давать за победу сюда. Ну тогда, я не знаю, нужно цепляться. Локомотива за Европы. Самое интересное, что больше всех очков принес Ростов. Там 13 очков, что ли, кажется, он принес Ростов. 11,5, Зенит. А, нет. Нет, Зенит тоже много принес. Зенит много. Он буквально на 2-м месте. 1,5 и на 3-м месте Краснодар. Больше всех потом ЦСКА и Спартак. Смотрите. Конечно, мы сейчас можем говорить о том, что наши клубы хорошо выступили. Что грех оттать. Да, Зенит немножко подкачал. Да, была какая-то расслабленность на последней минуте. И не забей сейчас Андерлехт в мяч. Мы бы говорили, что, ну что, и Зенит свою задачу выполнил. Да? Три команды было бы в Европе. Вообще было бы идеальный вариант. Давайте посмотрим после жеребьевки, какие команды достались нашим клубам. Есть ли у нас шансы пройти, что называется, дальше. Краснодару досталась Испанская Сельта. Ну, а Ростову достался, не знаю, великий, могучий и ужасный Манчестер Юнайтед. Да, команда, может быть, сейчас не хватает звезд с неба. Но Манчестер Юнайтед, мне кажется, во все времена будет Манчестер Юнайтед. В последних играх он показывал довольно неплохой футбол. Если кто смотрел английский, например, Лигу, то он... Но тем не менее... Тем не менее, к Англии был финал. Не Англии, а Кубки Лиги. Да, опять-таки Мауриньо. Мауриньо, тренер Манчестер Юнайтед, очень трепетно отнесся к этому жеребию. И сказав, что это неудачно для нас жеребий, потому что Ростов это гроза всех. Он вспомнил Баварик. И многие, может быть, сейчас уже ставят на Манчестер Юнайтед, что дальше пройдет. Но мне кажется, Ростов может зацепиться. Но главное, Костя, праздник будет в Ростове. Можете представить. Калачев, кажется, сказал перед жеребьевкой, хорошо бы нам достался Манчестер Юнайтед. Это как на карту. Калачев, наверное, будет между Ибрагимовичем Пагба играть. У них же музеи, ты видел? У них музеи до сих пор, там программки. У них к Барселону приезжала? Реал или Реал? Нет, не Реал точно. Тот крупный у них приезжал. Большая, большая крупка. В 90-е годы как раз, да. И у них до сих пор там все это, как приезжало. Молодцы, конечно. Они порадуются. Я рад за Ростов. И, в принципе, может быть, раз Баварию его смогли остановить, может быть, и с Манчестера получится. А Манчестеру нужна эта Лига Европы? Я думаю, что да, конечно. Потому что Манчестер Юнайтед, наверное, будет уже не догонить Челси в четверг. Олег, во-первых, да, еще Костя правильно сказал, победитель Лиги Европы попадает сразу в группу Лиги Чемпионов. Да, в групповой сразу. Поэтому я не думаю, что Манчестер так просто будет. Откажется. И по силам одинаковые команды. То есть там будет невозможно. Но Сельта только что хорошо. Скажите, мы можем жаловаться на жребий? Я думаю, что нет идеальной жребий. Вряд ли, я думаю. Но если бы попал бы Генк какой-нибудь, две бельгийские команды. Генк тоже, по-моему, не было. Генком играет. Два куба. Две немецкие команды. Две бельгийские, да. Шальки. Что касаемо второй пары, то не стоит забывать, что Сельта прошла как раз таки Шахтер. Лучший клуб Украины прямо сейчас. Мне кажется, что Сельта это не подарок. Ну Шахтер сказал, что засудили там. Если Ростов-Манчестернет это подарок для всех нас, для болельщиков, как бы не сложилась бы встреча, то Краснодар я бы, конечно, планировал, что чуть полегче жребий будет. А вот смотрите, зато какое пиршество, да? Вы помните, ЦСКА устраивала одно время пиршество? То с Баварией, то с Манчестер-Сити играют. Два года подряд. Теперь Ростов выпала себя участь, да? Играть и с Баварией, и с Манчестер-Юнайтед. Ну и Спартак тоже играл в свои времена, и с Реалом играл. ЦСКА играл с Реалом. Понятно, что Большой клубой играл с Большой клубой. И Большой клубой. Это все понятно. Конечно, мы все верим, надеемся на то, что наши команды покажут хороший футбол, учитывая, что уже совсем скоро, 9 марта, состоятся первые матчи. Краснодар сыграет в Испании, а Ростов сыграет с Манчестером дома. Я могу себе представить, какой подарок сделают мужчины 9 марта своим дамам, когда они все будут отпрашиваться на футбол. Дорогая, я иду на Манчестер-Юнайтед. Мне еще хуже. Динамо 8-го играет с Спартаком Нальчиком. Да. Тоже от профессии. Да, кстати, в Химках играют. Хочу съездить. Ну что ж, действительно, будем надеяться на то, что наши команды пройдут дальше. Ну а сейчас давайте переходим к нашему российскому, родному, как говорится, к домашнему. Чемпионат России возобновляется в эти выходные. 3-го, 4-го, 5-го будут матчи. И, естественно, мы все этого ждем, будем переживать за своей командой. Ну и давайте посмотрим расписание 18-го тура и какие команды у нас с кем встречаются. Итак, Томи, Ростов. Ростов немножко, наверное, повезло в том плане, что Томи сейчас, наверное, не самые сильные соперники. Они могут хотя бы немножко не в напряг. Ну, чего греха таить. Арсенал-Оренбург – это команды, которые будут бороться за выживание. Центральный матч тура, вне всяких сомнений, это ЦСКА-Зенит. Урал-Анкар – это матч за десятку, наверное. Крылья Советов – Локомотив. Да, Локомотив, наверное, является лидером в этой паре. Краснодар-Спартак, вне всякого сомнения. Да, матч афишный, матч будет интересный. Встречается лидер на поле Краснодара, наверное, у самых неудобных соперников для красно-белых. Терек Уфа, посмотрим, и Анжи Рубин, посмотрим, что эти пары нам, как говорится, покажут в начале сезона. Итак, мы начинаем обсуждать, как я уже сказал, центральный матч тура – это матч ЦСКА-Зенит. Евгений, матч будет на новой арене. Давайте назовем, как она уже будет называться, поскольку подписано соглашение с… Веб-арена будет называться, потому что сегодня, по-моему, будет подписано соглашение. Да, поэтому на домашней арене будет, поедем. И это будет первый серьезный матч на ЦСКА-арене. Пока еще называемый… Играли с кем там, с грандами? С кем, по-моему? Нет, мы играли в Лиге Чемпионов. Нет, это понятно. А из России? Да, пожалуй, да. Вот такого соперника? Наверное, аншлаг будет, я думаю, да, Женя? Ну, билетов сейчас уже, вроде бы, идет продажа билетов. Потому что из Питера приедет много… Нет, ну, в Питере они 10% в стадион забирают, как положено. Ну, все равно. Ну, они всегда активны. Они всегда активны. Скажи, те трансферные покупки, которые были совершены ЦСКА, да, пришел Лонар, и, как и говорили, нужен нападающий, не выбыл никто по большому… Витинью вернулся, не выбыл никто из старичков, назову я так, Чалов, Джамаледдинов. Все, что ты хотел сказать, я, сказал ты. Нет, ну, он… Спрашивает. А теперь я и вопрос. Но, в одном-то ошибся. Не покупали мы никого. Все, вернулись из аренд. Либо в аренду пришел. Виктор Васин в том числе перешел. Ты же забыл назад. А вот эти, Лонар или как его там… Лонар, да, вроде тренировался, но пока еще он, скажем так, сырой. Далек от того Лонар, который мы… Он просто на просмотре пока что? Нет, он уже все, договор подписан, все у нас… Итак, сдюшит ЦСКА против «Зенита»? А? Ты знаешь, сейчас… Или «Зенит» обозленный сейчас с утройной силой готовится… Он может сдлиться как хочет, как мы сыграем. Потому что я смотрел матчи, которые были у нас в сборах, да? Ну, там были такие классные матчи, допустим, что можно было приятно смотреть. Потому что сейчас мы поменяли схему игры немножко. Вот, вот, интересно. У нас сейчас мы играем теперь три, пять, два… В общем, у нас сейчас в полузащите бегают. Бегают, 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 играют. Играют, Ищеников играет. Жень, ты хочешь сказать, что при Гончаренко, да, изменилась игра ЦСКА и схема игры… И сама игра изменилась. Ты смотрел уже эти матчи? Да, немножко поинтереснее стало смотреться. Ну, как… Хотелось бы немножко, чтобы по зубасти были нападения, но голы были, особенно там, когда Фёдор Чалов забивает пятки, как забивал в своё время Барселоне… Последний гол, кто забил не Кузнецов, а… Косаков. Вот. Дима. Ну, конечно. Вот, когда пяточка так раз, вот такой вот забил он на это… Просто великолепно посмотреть. Ну, такие мячи Ибрагимович забивал… Ну, нет, Ибрагимович, это не наш чемпионат. Да и я в бытности… В дыр-дыр геральх. Да, тоже такие… Ну, конечно. Олег, ну, болельщиков ЦСКА греет, наверное, то, что они уже взяли свой кубок этой зимой, это было, правда, не в обычном футболе, а в киберфутболе, вот буквально недавно прошло… Локомотив, с локомотивом боролись, мы за первое место… Да, локомотив человек там, Антон Клёнов, с никнеймом… Киберфутбол. А, киберфутбол. Да, киберфутбол. Да, киберфутбол. Первый чемпионат России, ну, не чемпионат, а кубок России, хорошо. А ещё футбол пуговицами показывали же тоже. Ну, это вангийском, наверное… Наш представитель достойно боролся, десять побед одержал подряд, это, ну, очень серьёзно. Но наш одиннадцать одержал. Но в итоге, по сумме трёх встреч, одержал победу представитель ЦСКА, вышел в финал, и в финале обыграл хозяина турнира, Уфёнка, и, соответственно, заевал главный приз. Серёжа, к тебе вопрос. То, что ЦСКА не отдал всё-таки… или, наоборот, отдал Панченко, да? Есть какая-то от этого, не знаю, радость болельщицкая? Ну, я думаю, это радость и… не радость, вернее, это польза для ЦСКА и польза для «Динамо», я считаю. Потому что я вот не видел, не знаю, Женька сейчас скажет по новой схеме, он нашёл место для Панченко… Нет, честно, скажем так, в этой схеме я тоже не видел. Вот, я тебе про что и говорю, и мы с тобой и обсуждали это, что Панченко, в принципе, в ЦСКА место… Либо сидеть на лавке на замену кому-то, либо в «Динамо» быть первым номером, правильно? То есть, он там без замен практически, он даже товарищеский матч, как Женя, я смотрел все. Панченко играл все матчи, его не менял тренер даже, когда вот играл основной состав, там были, потому что матчи и дублёры выходили эти, второй состав. То есть, он играл все матчи. Да, он там практически не забил ничего, но болельщики объяснили так, что, скорее всего, будут, когда шли вот эти переговоры напряжённые, уйдёт, не уйдёт. Он сам сомневался, и Бабаев сказал, что он разговаривал, вроде он тоже сомневался. Даже неделю назад ещё разговаривал, ещё отец ввязался из «Локомотива», там уже пошли слухи, что «Локомотив». Ну, здесь, видно, руководство «Динамо» смогли его уговорить, что от добра добра не ищут, ты нашёл свою команду, деньги есть у «Динамо», потому что небольшая сумма. 9 миллиардов, говорят. Ну, это дадут. Нет, деньги есть на выкуп, я хотел сказать, что там миллион семьсот за Панченко просил ЦСКА, и в контракте-то есть. То есть, всё уже подписано, предварительный контракт, основной контракт будет подписан 1 июня, когда закончится ЦСКА у него, вот так объяснили. Так что эта польза для «Динамо» большая. Ну, а «Динамо», понятно, что получив Панченко уже, да, понятно, до конца лет, хотя и это было, в общем-то, понятно. И возраст, Олег, ему тоже надо определяться командой, понимаешь, он не может сидеть на лавке, может скоро будет 28-29 лет, понимаешь, ему надо уже где-то играть. Уже неподдающая надежда. Да, а тут, получается, он основной игрок, и плюс для «Динамо», что хорошо. В сборную ещё вызвали из «Динамо». Да, опять же в сборную попал, второе, третье, «Динамо», ну, я думаю, выйдет, конечно, в премьер-лигу, и «Динамо» надо строить команду, а строить от кого-то, начинать какую-то основу делать. Потому что с тем составом, который есть, «Динамо», конечно, ну, это середина будет таблицы, это 100%, потому что мы уступаем сейчас по… По именам не уступаем, по именам не уступаем, а по качеству игроков, конечно, уступает «Динамо», что говорить, потому что у нас средняя лидия слабенькая. Хотя в обороне сейчас у нас вернулся Дьяков, у нас в обороне там защитников сейчас целая куча… Дьяков, да, бросил родной дом. Ну, Томи, ты знаешь, что в Томи творится, они вчера заявили, что 16 человек, 17-летних подписали, да, из дубля ребят. Поэтому я сказал, что когда Ростов с Томи играет, я думаю, такой немножко… Мы уже поняли, да, кто будет вылетать, если вот вернемся к таблице потом, что Томи, конечно, первый претенд на вылет, потому что у них финансовые проблемы и составом проблемы. Второй, скорее всего, будет, наверное, Анджи, потому что Анджи тоже очень много игроков потерял. Ну, Анджи сейчас вообще вектор поменялся, как раз-таки, если говорить про этот клуб, там поменялся главный тренер, состав поменялся практически 90%, да. Они надеются. Да, и, кстати, хотелось бы онлайн-результаты сказать болельщикам, кто может быть наблюдателем, наблюдает. Краснодар ввел со счетом 0-3, и сейчас Урал после первого тайма ввел счет 3-3, уже второй идет тайм. Кто руководил Уралом? Тарханов. А до этого? Ну, ты такие вопросы задаешь. Ну, ладно, я просто спросил. Что сразу в драку-то, как говорится? Сейчас. Сейчас я картотекой сверюсь. Давайте еще немножко поговорим о ЦСКА-Зенит. Да. Понятно, ЦСКА чемпион. Зенит сейчас идет на втором месте. Ну, как я могу тебе не напомнить? Спасибо. Действующий чемпион. Да, действующий чемпион. ЦСКА-Зенит идет сейчас на втором месте. Если мы посмотрим чуть позже турнированную таблицу, то мы поймем, что расстояние, что называется, даже меньше, чем вытянутые руки. Ну, практически там, по-моему, трячка. Да, побеждает. И все. Там не меньше двух мячей надо забивать, чтобы поуличить. Мы забьем три, хорошо. Да. И даже там будет разница мячей учтутся? Конечно. Конечно. ЦСКА в Санкт-Петербурге, по-моему, 2-0 проиграл. Да, 2-0 проиграл. 2-0 проиграл. Поэтому, чтобы при равенстве очков был паритет, надо, чтобы… 3-0 надо выбрать. Ну, 3-0, конечно, я думаю, что мы вряд ли. Я думаю, что… 4-4. Личья будет, да. Личья будет, но, конечно, хотелось, чтобы мы все-таки победили. Да уже давно ЦСКА не убеждала. Зенит всегда регулярно обыгрывает у себя. Ну, так я имею ввиду, хорошо. Ну, так хорошо. 4-0, согласен. Все, договорились. Давайте переходим к матчу «Краснодар-Спартак». Да, давно про «Спартак». Давно мы про «Спартак» ничего не говорили. Хотя я не знаю. Да. «Краснодар» принимают у себя на поле. У себя на поле, да. Мы говорим, какой замечательный стадион построил «Краснодар». Как болельщики пошли на этот стадион. И, естественно, приезжает «Спартак», одна из самых посещаемых команд, как и домашних игр, так и выездных игр. Поэтому уверен, что этот матч по красоте, учитывая, какой футбол показывает и «Краснодар», и «Спартак», по красоте будет даже интереснее, чем матч ЦСКА «Зенит». Согласитесь со мной? Ты видел, какие плакаты висят в «Краснодаре»? Нет, не обратил внимания. Я только из «Краснодара» не обратил внимания. У них на одной половине написано «Мясной дыр». А в другой стороне эмблемы «Спартака» и «Краснодара», потому что мы знаем, это «Быки» и «Спартак». Ну, это шутка, молодцы. Они, конечно, с юмором так подошли. Я думаю, будет матч, конечно, интересный. Будет полный стадион. Тем более, мы знаем, что стадион «Краснодара» выдвинут на лучший стадион прошлого года, построенный который в прошлом году, поэтому он будет участвовать в этом конкурсе. Поэтому, я думаю, будет интересно. Будет полный стадион, будет аншлаг, будет интересная игра, я думаю. Потому что «Спартак» должен доказывать то, что неспроста он на первом месте, а «Краснодар» будет доказывать, что неспроста он в Лиге Европы борется. Поэтому сейчас, может, он и играет так с «Уралом». А уже думаешь, под это… Ну, у нас «Краснодар» делят четвертое и пятое место тоже. Ну, тоже, да. Редакция позволит нам сделать первый из «Краснодара» посмотреть «Мясной дырби». Да, ради Бога. Конечно. «Спартак». Я понимаю, что здесь нет болельщика «Спартака», но есть на то уважительные причины. Буквально в субботу, четвертого марта у нашего такого… Реклама, да? Да, небольшая реклама, пускай и бесплатная. Скажи, скажи. Да, четвертого марта будет спектакль в кинотеатре «Искра», который показывает самые лучшие фильмы, которые выходят у нас мировые. Будет спектакль, и Кирилл Музалевский сейчас готовится к этому спектаклю, усердно репетирует, поэтому он сейчас отсутствует, нет его вместе и рядом с нами. Но на спектакль приходите, а вот следующий эфир он обязательно будет и расскажет, как ему понравился матч «Краснодар-Спартак». А ты пока на запасной… Они не в субботу играют? Олег, они не в субботу играют? Ты говоришь, спектакль в субботу и матч в субботу? Да, да. А как же Кирилл поставить телевизор? На сцене поставить телевизор? Да, и вы… Нужно по бокам поставить там. Он будет играть только тогда в порталах. Кстати, если про «Спартак» говорить, да, хоть и нет, Кирилл, в отсутствие этого «Спартак», если честно, очень серьезно усилился. Многие говорят, что самый громкий внутрироссийский трансфер – это переход Александра Самедова. Возвращение Самедова, я даже смотрел его интервью, говорил, что человек пришел в свою команду, читал. Андриана, как вы? Андриана, да. Андриана, да, из Милана перешел. Кстати, Андриана сейчас забивает практически во всех товарищских матчах. Может быть, это и дальше у него пойдет. В общем, если честно, «Спартак», в принципе, выглядит достойно в этом межсезоне, скажем так. Но почему-то у меня есть лично свои сомнения о том, что «Спартак» будет и дальше так взбираться вверху турнирной таблицы. Мне кажется, что вот этот вот период… Ну, «Локомотив» – это отдельная история. Мне кажется, что для «Спартака» вот эта вот пауза, она не пойдет им на пользу. Хоть несмотря на то, что они хорошо сейчас сыграли в сезоне. Я бы сейчас видел лицо Евгения, какой он доволен сидит. И прям «Бальзамский»… Не показывайте меня, не бальзам пойдет. Потому что у «Спартака» сейчас серьезно вот несколько перестроений наверняка будет в основном составе. Все-таки пришли серьезные игроки. И как вот это все пойдет у них? Правильно, тренер сказал «Карьера», что каждые, там сколько, 13 матчей, да, осталось? Тринадцать матчей, будет у них тринадцать финалов. Потому что каждая команда будет бороться с лидером действительно. Ну, я не знаю, если только в «Тоби» они сыграли уже, в «Тоби» попадется. Про то им пока ничего не могу сказать. Не помню, да, я тоже не помню. Ничего не могу сказать. Ты знаешь, я не уверен. При всей моей любви к «Спартаку», я могу сказать о том, что, мне кажется, «Спартак» за последние пятнадцать лет не был так силен, как сейчас. Вот лично мне так кажется. Не знаю, не знаю. Почему? Не знаю, не знаю. Ну, все может быть, Олег. Мы же вспомним, сколько у нас было таких… Ну, назвать «Спартак» выскочкой? Нет, выскочкой нет. Конечно, нет. Но мы не знаем, как он действительно подошел после вот этой зимней паузы, в каком состоянии будет «Спартак», как другие клубы. Как другие мы видим. У нас, допустим, есть пример, которые команды играли в Еврокубках. Мы какое-то представление имеем. А «Спартак» мы имеем только по товарищеским матчам. Это официальные матчи. Да, это официальные матчи. С сильными командами, да. С приличными командами. А «Спартак» вот я не видел. Тем более «Спартак», я посмотрел, он играет практически сейчас в «Товарищеские матчи». С третьей лиги, вторая лига. Серёж, я видел одну встречу, когда «Спартак» вел со счетом 1-0. И когда вот новый «Вратар» Селихов впустил такую бабочку, конечно… Ну, я думаю, значит, не он будет стоять, а будет стоять ребросом. Ну, это, опять же, товарищеские матчи, они оббиваются, да. Поэтому… Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Там будет, естественно, в следующей программе. А я сразу ещё хочу анонсировать. Следующая программа будет в понедельник, 6 марта, накануне самого приятного праздника, по крайней мере, для женской аудитории нашей программы. То есть, вы будете отмечать, я так понимаю. Ну, наверное. Ну, наверное. Давайте поговорим о «Локомотиве». Крылья Советов достаточно неплохо закончили прошлый год иногда, назову. Неплохо одержали несколько побед, в том числе таких достаточно знаковых побед над хорошими и сильными командами. При смене тренера. При смене тренера, конечно. Крылышки заиграли. Да, 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 согласен. Ну, Крылышки сейчас как раз-таки лишились одного из лучших игроков. Да, да. Одного из лучших игроков. Кстати, мой старый товарищ, с которым я сам еще в «Дюшор» играл, он является агентом этого игрока. Мало. Который перешел сейчас как раз-таки в «Зенит». Не знаю, получится у него там или нет. Но, по крайней мере, «Зенит» немножко и потерял. Точнее, не «Зенит», а «Крылья Советов» потеряли. Ну, и в тот же момент к ним в аренду перешел «Зуев», «Спартаковец». А что касаемо этой встречи «Крылья Советов Локомотив», то он будет проведен не в Самаре, а в Уфе. Потому что при поверке стадионов, я сегодня читал, не дали возможность в Самаре провести эту домашнюю встречу. Не удивлен никто. Ничего нет. Да. Зато картошку вырастет. И «Крылья Советов» можно взять. А «Локомотив»? Локомотив готов. Я понимаю, что продали Самедова. Да. Непонятная ситуация с Мирончуком. Панченко не дошел до них. Панченко не дошел. Пришел Ари. Пришел Ари прямо на флажке. А еще кто-то… Пришел очень недооцененный защитник Соломонка Верквелли. Верквелли, да. Серьезный трансфер. Во-вторых, Васьков из тренера приватиста. Ну, давай не будем. Ну, Кость. Даже Семин сказал, ну, 5 минут максимум. Да, какой-то микроклимат есть в команде. Соответственно, мне кажется… Васьков, вы, по-моему, даже старше меня, наверное. Ну, нет. Я тебе больше скажу. Больше скажу, он старше меня. Вот. И мне кажется, что вот эти точные усиления «Локомотиву» помогут. Как пойдет встреча в Самаре, неизвестно. Но точно я вижу по игре команды и по тому, как все решается. Юрий Павлович Семин на правильном пути. Мне кажется, сделали уже правильно, что оставили его после вот этой новогодней паузы. Я посмотрю, что ты скажешь через 3-4 тура. Жень, Жень. Через 3-4 тура. Как мне это не хочется? Это наш тренер. Неизвестно. Друзья, мы не напомним. Это наш тренер. Давайте посмотрим турнирную таблицу после 17 туров. Итак, «Спартак», мы уже говорили, на первом месте набрал 40 очков. Такое количество очков он набирал после 17 туров только в чемпионском в 2001 году. Зенит и ЦСКА, естественно, тут и рядышком. Краснодар, я больше чем уверен, поддержит гонку определенную. Амкар, Ростов, Уфа. Ну, тут, наверное, Ростов, скорее всего, больше подойдет к пятерке, чем Амкар и Томи… Ой, Томи… Оренбург. Да. Рубин, Локомотив, Анжи. Вот Локомотиву, конечно, надо выправлять ситуацию. А что нам? 17 очков до первого места. Цепляться, да, за первую, там, хотя бы шестерку. Да. Ну, и Томи, Арсенал, Оренбург, как мы уже говорили, это первые претенденты на вылет из премьер-лиги. Ну что ж, друзья мои, время. 45 минут первой программы, первого тайма. 45 минут истекли. 6 марта мы встречаемся в 20.20 на телеканале Видный ТВ и обсуждаем первый тур возобновившегося чемпионата России. Спасибо вам. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok